Доброе утро! Меня зовут Яна Истомина. В настоящий момент я работаю в одной из федеральных компаний, которая занимается строительством объектов связи по всей России. Тема сегодняшней моей презентации это земельный участок за 3% от катастрофы стоимости. Немножко расскажу о себе. Более 4,5 лет, около 5 лет я проработала в составе комиссии Федерального агентства лесного хозяйства и занималась именно проверками переданных полномочий в области лесных отношений органам исполнительной власти в субъектах РФ. В настоящий момент я занимаюсь правовыми вопросами в области земельного законодательства, в частности, сопровождая оформление прав на земельные участки под линейные объекты связи. В чем интерес именно выкупа земельного участка за 3% от катастрофы стоимости? Конечно, это в ее стоимости непосредственно. То, что ты можешь купить буквально за примерно 1000 рублей земельный участок и, соответственно, быть его полноправным хозяином. Катастрофа стоимость — это такая оценка объекта недвижимости, которая осуществляется на федеральном уровне. Ее проводят под ведомство учреждения, получается при Росреестре, есть определенная структура, которая в установленный срок проводит оценку и, соответственно, присваивает эту стоимость объекту недвижимости. Перерасчет этих стоимости происходит не чаще, чем один раз в год, так как, вот я сказала, регулируется федеральным законом и, соответственно, учитывается при расчете земельного налога, при расчете арендных платежей, выкупе земельного участка. Вот почему она нам важна. Информации публичны, то есть эту катастрофу стоимость можно спокойно посмотреть, проанализировать тот или иной район, регион, сельское поселение, посмотреть, какая там установлена катастрофа стоимость, потому что в последнее время часто стоит вопрос об оспаривании ее, потому что она очень либо близка прям к рыночной, либо завышена даже выше рынка, соответственно, ну то есть представляет собой такой важный элемент. По поводу участка, земельного участка, так как сейчас такой постпандемийный период, и особенно в пандемии был очень высокий спрос на земельные участки, на дачи, различные объекты недвижимости, которые находятся в каких-то зеленых зонах, в более экологически чистых районах, поэтому участок прям вызвал высокий спрос, и стоимость на него стала расти. Я задумалась о том, что как-то же государство продумывает эту систему, то есть у нас в земле определенный объем, определенное количество, больше быть не может, и, соответственно, он же это регулирует, то есть кому сколько можно предоставить, кому в каком количестве, даже в каких местах, то есть это все как-то определено и урегулировано. И то есть когда я стала этот вопрос рассматривать, увидела один интересный момент, что если ты являешься собственником объекта недвижимости, то ты можешь выкупить земельный участок за очень низкую стоимость, и эта стоимость определяется как процент от кадастровой стоимости, то есть она привязана к самой кадастровой стоимости. И, соответственно, при анализе ряда регионов я обнаружила, что есть такие низкие проценты, и это реально работает, и это реально существует, и, соответственно, люди выкупают по такой стоимости земельные участки. Так как Россия у нас большая, более 80 субъектов, я решила, что нужно, так как у меня появилось два запроса по двум регионам, которые находятся в Приволжском федеральном округе, посмотреть именно этот округ на предмет определения выкупа, процента выкупа земельного участка. Здесь видно, что, например, в республике Башкортостан, Мариэл, Мордовия, Пермский край процент выкупа у нас составляет 3% и ниже. В других регионах плата за выкуп ввязана с земельным налогом, либо также она привязана к кадастровой стоимости, но она, конечно, либо равна этой кадастровой стоимости, то есть 100% плата, либо уже, соответственно, близка к этому проценту. Поэтому здесь уже нужно учитывать рынок, смотреть, насколько рыночная цена отличается от кадастровой и, соответственно, просчитать этот момент и определиться, стоит ли в это заходить, потому что процесс интересный, но долгий и требует вложения именно своего личного. И включить такую дальновидность, да, может быть, в какой-то момент расположение этого участка, локация не совсем кажется, что удобно или как-то будет востребовано, но с учетом развития инфраструктуры это важно предусмотреть. Будет ли там через какое-то время развитие там поселка, рассматривается ли там, например, строительство газопровода, либо замена каких-то объектов, то есть это все важно учитывать при выборе. И поэтому я этот момент рассматривала с точки зрения личного приобретения, либо инвестиции, потому что купить участок с такой скидкой, это очень интересно, да, и, соответственно, в дальнейшем ты можешь это просто продать и получить уже прибыль с участка. Здесь я указала, что какие существуют нормативно-правовые документы, то есть в каждом регионе существует, так скажем, такая иерархия, да, то есть определяется либо цена выкупа на уровне региона, то есть ее как регион установил на всей территории, вот, например, да, вот Кировская область, и здесь Лободской муниципальный район, но если мы откроем нормативно-правовой документ именно регионального, да, вот уровня, то есть самой Кировской области, он дублируется, то есть вот все районы продублировали Кировскую региональный уровень выкупа, 60% от катастроя стоимости. Еще хотел отметить, что этот процент вступил буквально с января этого года, до этого действовало другое постановление 2015 года, и там было 3%, то есть вот этот момент в 3% он был, он реально был, он работал, существовал, но, видимо, с учетом рынка и спроса, то есть, ну, решили пересмотреть. Дальше здесь я привела, например, Удумуртию, здесь 10% от катастроя стоимости, вот Сарапульский район Удумуртийской республики. Здесь очень важно, вот тоже, да, 27 января 2022 года, то есть это тоже свежий, тоже, ну, только недавно это вступило, мне кажется, тоже ранее было либо 3%, либо вот около того что-то. Теперь здесь мы понимаем, что вот в каких-то регионах есть 3%, если вы там проживаете, либо там, например, ваши родственники проживают, либо вы планируете туда переехать, то нужно, значит, приступить к выбору земельного участка, и что здесь очень важно. Здесь важно, у нас все землепользование, фактическое землепользование, оно урегулировано, и это отражается в правилах землепользования застройки. Это документ нормативный, который выложен, он находится в общем доступе, есть специальный ресурс вот в ГИСТП, он от Минэкономразвития, либо на самом сайте администрации мы можем найти градостроительство и архитектуру, вкладочку, либо это просто будет градостроительство, и уже, соответственно, туда провалиться и посмотреть, какие правила землепользования застройки, какие есть особенности. Правила землепользования застройки состоят из графической части и текстовой. Текстовая часть собой представляет карта градозонирования, графическая часть собой представляет вот такое вот яркое красочное изображение. И здесь вот мы видим, что все сельское поселение, которое мы рассматриваем, оно поделено на зоны. Эти территориальные зоны как раз и регулируют то, что здесь может размещаться город, да, или вот сельское поселение, то есть администрация, вот именно архитектура, вот, соответственно, там это достаточно такой длительный процесс согласования и публичных слушаний, это все проходит. То есть что здесь будет размещено? То есть почему вот здесь, например, вот под березы, да, вот эта деревня под березы, вот здесь вот все желтым залито, и мы видим, что через условное обозначение, что это Ж1, это зона индивидуальной жилой застройки. И то есть мы понимаем, что здесь нельзя там строить, например, какие-то промышленные объекты. То есть это будет не целевое использование, это будет запрет, и, соответственно, никто не выдаст ни разрешения там на предоставление участка, в дальнейшем там на строительство и так далее. Например, дальше мы посмотрим в другом, например, населенном пункте, вот здесь вот красненькое, да, или там это уже многоквартирные жилые дома. То есть вот здесь именно индивидуальные, а здесь многоквартирные. Также серые тут как раз предприятия, производственная зона, то есть предприятия могут размещаться только здесь, чтобы, соответственно, они где-то не были в перемешку с домами, с объектами деловой, там, общественной инфраструктуры, социальной инфраструктуры и так далее. То есть чтобы это не было рядом с садиками, школами. И поэтому, например, даже кажется, что земля есть, вроде как, свободная, но по правдой пользе настройки вот нельзя там, например, возвести. То есть если это отведено под промку, то там, соответственно, уже жилые дома построить нельзя. И, казалось бы, земля есть, но по факту ее нет. То есть она не для этого предназначена. То есть, соответственно, это вот графическая часть документа и текстовая часть. Как раз он так выглядит, ну, 2017 года, но это нормально. То есть, конечно, бывает более свежее, бывает уже такие несколько лет. И здесь идет описание, да, то есть идет терминология, описание там каких-то, что такое там территорию общего пользования, какие там есть общие такие требования. Здесь нам самое главное важно, вернее, найти свою территориальную зону. Вот мы хотим, например, G1, да, посмотреть. Вот она у нас, зона не задержанной настройки. Соответственно, это территориальная зона. И дальше уже идет к сам градорегламенту, то есть описание, что я здесь могу разместить, ну, вообще, гипотетически, так скажем, или что администрация предусмотрела. Самый первый вид как раз я предусмотрела для индивидуального жилищного строительства. Здесь важно предельный размер земельных участков. Минимальная площадь 600 квадратных метров, максимальная 2 500. То есть ниже попросить нельзя. Больше 2500 тоже попросить нельзя. И дальше вот идут отступы, но это при разделе, да, это когда идет раздел. И важно еще, ну, уж когда начнется строительство, посмотреть отступы от всех границ участка. То есть где будет основное строение, где будет смежник, где вот красные линии, это вот эти наши улицы все. Как может быть расположен там тот же самый гараж. Здесь именно это все урегулировано в той части, потому что споры с соседями, с смежниками минимизировать. Также здесь учитывается высота, этажность, либо указывается в этажах, количество этажей, и в скобочках приписывается метры, да, то есть высота. Либо уже сразу идет указание высоты. И также определяется максимальный процент застройки. То есть вы можете взять земельный участок, но при этом вы должны максимум, вернее, вы можете максимум застроить только 50% его. Остальную площадь вы должны, ну, соответственно, уже использовать в другом формате. Как раз вот эти вры, которые перечисляют, иногда бывает так, что мы хотим взять под два вида использования. Это, конечно, реже относится к нашей ситуации, да, когда мы хотим построить жилой дом или что-то вот такое. Но уточню, что вот если два вида использования, то мы должны взять один основной, а второй мы берем вспомогательный к этому виду. И вот этот вспомогательный, он тоже урегулирован. И мы не можем взять все, что угодно, а мы берем, опять-таки, то, что прописано в правилах землепользования и застройки. Это очень важно, потому что тоже бывают моменты. Касаемо уже коммерческой недвижимости, когда берут, например, магазин и автосервис. Либо автосервис идет основным видом, а магазин идет вспомогательным. Сами виды разрешенного использования, они тоже урегулированы, тоже на федеральном уровне. Есть отдельный классификатор, где четко прописано, что в каждый вид разрешенного использования, ну, что входит, что оно в себя включает. Идет такой небольшой перечень. Ну, вот в части жилых домов, наверное, реже, да, но бывает, что такой обобщающий термин, например, коммунальное обслуживание, да, а туда входит очень много, что это и в лесы наши, и различные там объекты и связи, и какие-то телеграфы, и очень много всего. Поэтому таким образом построен был документ. Также есть условно разрешенный, то есть это при каком-то условии предполагается строительство, но это прям вот сразу вам условно разрешенный не выдадут. Это нужно пройти публичное слушание, это очень долго, и поэтому этот условно разрешенный, он, конечно, работает, но не прям так с охоткой, так скажем, туда идут предоставлять вот именно из этого перечня. Этот самый первый важный документ мы с вами посмотрели. Потом очень важным документом является генеральный план. Генеральный план, чем он важен? Тем, что здесь определяется именно не только там, скажем, фактическое землепользование, оно, конечно, отображается. Но там самая его суть — это планируемое использование. То есть это все объекты социальной инфраструктуры, что будет реконструировано, что будет новая стройка, различные объекты. То есть, например, когда вы подбираете земельный участок, хорошо бы туда тоже посмотреть. Это тоже находится вот на тех же самых ресурсах, да, в ГИСТП и официальный сайт администрации. Потому что бывает так, что, например, вблизи будет построено, допустим, садик-то, школа — это все хорошо. Но бывают какие-то не очень хорошие объекты, допустим, которые, ну, может быть, вам бы не хотелось, чтобы прям вот у вас, ну, не во дворе, а вот за границей вашего участка уже что-то такое было размещено. Ну, бывает какие-то что-то связано тоже с обеспечением жизни, так скажем, жизнедеятельности поселка, либо реконструкция каких-то дорог, допустим, тоже может быть. И она вот как раз захватывает эту территорию, но не в той части, что она будет там, дорога размещена, а в том, что когда будет сама стройка, как будто эта прилегающая территория будет использована, там построены какие-то вспомогательные объекты. То есть вот этот документ тоже важно посмотреть. Конечно, там прям уж мало так, что должно быть именно каких-то рисков, но тем не менее. Далее вот, когда мы выбираем земельный участок, нам вот очень важно зайти на публичную кадастровую карту. И лучше это сделать именно, зайти на этот ресурс, на официальный, потому что также есть ресурсы публичной кадастровой карты, но они, ну, такие, так скажем, уже более, ну, вернее, не то, что более, они уже коммерческие. Не всегда бывает, что достоверная информация отображается. Мы здесь можем ввести координаты и посмотреть, есть ли сформированные участки. Здесь у нас идет такая панелька, где мы можем выбрать, что мы хотим посмотреть. Участки, оксы, ну, это комплексы, это имеется в виду объекты Динова запамятовала. В общем, которые не отдельно работают, а которые вместе. Объекты Динова, комплекс, по-моему, называется. Потом, значит, адреса квартала, ну, это вот вся карта у нас на квартала поделена, тоже район округа, соответственно, это более крупное деление. И зонная территория, территориальная зона, это как раз, по идее, должно было быть дублировано и с правилами пользы застройки, чтобы нам туда не ходить, а сразу вот здесь все посмотреть. Красные линии, границы, негативные процессы, Уссули-Сибирская, ну, вот это что-то какая-то специфическая, видимо, для Уссули-Сибирского. Значит, нас интересуют участки, у нас стоит это, соответственно, выбрана эта категория, и у нас все контуры участков, мы их должны видеть. Считается, принято, и во всех документах указано, что публичная кадастровая карта – это достоверное отображение информации для третьих лиц, то есть мы можем посмотреть все, что нам интересно. Вот, Костромская область, Мантуровский район, деревня Фалина, для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер. Здесь краткая информация, которая не раскрывает какие-то персональные данные. Здесь просто указывают, что частная собственность для ведения личного подсобного хозяйства земно-населенных пунктов, то есть это граница деревни Фалина. Соответственно, вот если бы сейчас была подложка, бы работала, мы бы с вами посмотрели и увидели бы здесь, что, скорее всего, есть свободный участок. И, возможно, также вот если подложка хорошо бы работала, мы бы увидели с вами все дороги, проезжие части, потому что здесь подложка, она от Google карт. Но почему-то вот она не работает уже, наверное, больше даже месяца. Здесь мы бы с вами погуляли, посмотрели, что здесь есть, какие объекты. Также мы бы переходили по координатам на Яндекс-карты, на Google карты, посмотрели бы, включили бы режим просмотра улиц, либо вот человечек, который там ходит, смотрит по сторонам. То есть вот это мы бы все с вами посмотрели бы и что-то бы выбрали обязательно. Потому что, ну, явно видно, что здесь прям уж не все, прям не вся земля разделена, сформирована, предоставлена и так далее. То есть это вот, ну, так скажем, ресурс, который находится вот в открытом доступе, все прекрасно, но немножко не работает в последнее время. Публичную карту кадастровую обязательно посмотрели, изучили, увидели какие-то свободные земли и проверили их на Яндекс-картах. Ну, условно, там, Яндекс, Google, кто чем любит пользоваться. Вот, например, хочется мне прям продемонстрировать один пример, который не так давно с одним участником также проекта мы разбирали. Было такой, скажем, запрос, что вот такое-то интересное сельское поселение, а есть ли там что-то свободное или там вот такое интересное, да, где было бы там и дороги какие-то хотя бы, какие-то дороги, и как бы соседи были. То есть это не какая-то там какой-то пустырь там заброшенный, какая-то лесвалка бывшая. И, соответственно, я начала смотреть. То есть я скачала карты, я скачала правила землепользования застройки, посмотрела там что по генплану. И смотрю, что достаточно, вот если здесь, надеюсь, видно, что прям вот, конечно, всё очень даже плотненько, да, к друг дружке. Но вот есть такие белые островки, которые без контура, без номера присвоенного, да, уникального. И, соответственно, я уже начала смотреть. То есть это такая достаточно несколькочасовая работа, даже ни одного дня, потому что ты немножко даже устаёшь, и уже начинаешь путаться, был ли ты в этом сельском поселении, или ты уже там, может быть, что-то просмотрел, куда-то карту перекрутил, ушёл в другое. То есть это такой прям творческий процесс, и мы вот сидим, крутим, крутим, крутим и смотрим. Вот я увидела такой белый островок, пошла на Яндекс.Карты, смотрю, ну, правда, тут ничего нет. То есть бывает просто так, что на публичке участок не сформирован, но по факту там, допустим, какие-то уже люди там более старшего поколения, но они просто не оформили участок, но по факту у них есть документы, и, соответственно, они полноправные также хозяева этого участка, и всё у них в порядке, ну, вот не привели просто соответствие там, да, с действующим законодательством. И, соответственно, я смотрю, думаю, да нет, вроде здесь всё чистенько, никто там, трава заросла, то есть никто не использует, никто там не ухаживает. То, что вы нашли один вариант, на этом не нужно останавливаться, нужно достаточно как минимум пять, а лучше десять, вот десяток таких участков набрать, контуров, посмотреть, сравнить с Яндекс.Картами. Вот здесь, например, другой участок, да, тоже я вижу, что тоже свободный. Посмотрела по картам, ну, вот по спутниковым, ну, не возделывается здесь земля, как бы строений тоже не видно, но всё равно нужно съездить, посмотреть. То есть вот даже видно, что, например, вот здесь вот идёт, да, землепользование, возделывается, всё прекрасно. То есть там, даже если бы вот этот участок не стоял на катастрофном учёте, но мы видим, что он фактически используется. То есть кому-то он предоставлен, может быть, на краткосрочной основе, не регистрируется в Росреестре, и просто поэтому публичка этого не отображает. Далее мы проверяем также, когда мы набрали участки, посмотрели по Google-карту. Здесь как раз вот всё было проанализировано, мы посмотрели, и более того, вот даже вот заинтересованный человек, он туда поехал и посмотрел, что вот прям очень здорово, потому что по факту вот, да, мы видим, что здесь кустики. Некоторые же хотят, чтобы мы при... ну, вот он приехал, и было так всё прям земелечко вскопано, всё там удобрено и так далее. Но нет, вот здесь это не тот немножко формат и не та ситуация. Здесь нужно будет потрудиться. Да, ты, дай бог, да, там, Алаберса, приобретёшь его за низкую стоимость условно, но при этом тебе нужно будет вложиться. То есть вот эти вот риски нужно... ну, не то чтобы риски, а вот эти вложения тоже нужно понимать, да, и просчитать, захочешь ты, не захочешь. Ну, здесь вот я также обказала, что есть моменты, которые стоит учитывать, да, но это опять-таки больше как бы вот как раз для меня или тот, допустим... Ну, если вы сами хотите предварительно посмотреть, а вдруг там что-то вам интересно, допустим, да, и вы хотите сами посмотреть, вот здесь вот я указала, что даже если, например, на публичке не будет контура, участка, то не факт, что там этого участка нет. Потому что бывает так, что у нас были переходы из системы координат, и когда вот были переходы, когда к единой системе координат приводилось, всё, некоторые участки слетели, и их собственник не восстанавливал. У него есть кадастровый номер, он знает, что это его, у него споров по границам нет. Соответственно, он не восстанавливал, это надо нанимать кадастровым инженером, то есть, ну, как бы лишний затрат. Потом, значит, некоторые просто не оформили права, то есть тоже отказ. И здесь вот как раз идёт вот эта зона с особыми условиями, тоже отказ будет, потому что, ну, не всегда, но чаще всего, потому что там, например, какие-то вот бывают сейчас аэропорты, военные части, ну, сейчас водные уже упростили, убрали. Ну, соответственно, бывают такие территории, которые просто так не предоставят, то есть тоже будет отказ, и нужно либо согласовывать с аэропортом размещения, либо там с войсковой части, ну, либо с другими структурами, кто наложил эту охранку, собственно говоря. И здесь, соответственно, я вот привела такой показательный пример, да, что вот, например, участок по кадастровой стоимости, вот сформированный участок стоит 427 тысяч рублей, ну, там, с копейками. И буквально на соседней улице участок, ну, правда, тут, конечно, там, да, разровняли его, тут что-то привели, миллион 250. Да, то есть вот эта разница от кадастровой стоимости уже видна, да, даже если 100% кадастровой стоимости. Но если мы учитываем, что мы берём за 3%, ну, то это существенно. То есть тут, как бы, в принципе, стоит уложиться и земельку там выровнять, или там, может быть, что-то привезти, либо, ну, соответственно, как-то постепенно это делать. Ну, в общем, на этом кратко всё. Я, конечно, запланировала, что я хочу сделать такое небольшое продолжение в этой теме, но чуть попозже. Поэтому спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...